МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале сентября 1998 года зарубежные спутники электронной разведки отметили резкое повышение активности на Центральном ядерном полигоне России. Так бывает всегда перед очередными испытаниями атомного оружия на Новой Земле. Защита информации от чужого глаза, забота в первую очередь сотрудников Федеральной службы безопасности, а для испытателей все шло как обычно. Работа плановая, график соблюдается четко. И когда 5 сентября в 9.30 утра из штаба полигона поступил приказ работу прекратить, электрические цепи разорвать, усилить охрану ядерного устройства, все причастные к испытаниям сначала пришли в недоумение, а потом почувствовали нарастающую тревогу. Новая Земля Удивительный уголок Я давно хотел попасть туда, но случилась беда. Съемки были другого рода. Для меня эта история началась с того, что я утром сентябрьским пришел на работу и не ожидал никаких событий, собирался уже где-то позвонить жене и сказать, что я скоро приду. Вдруг меня вызвал начальник и сказал, что нужно ехать в командировку. У нас вопросов не принято было задавать, куда, зачем, вопрос когда. Вот сейчас. И, ну, даже, в общем-то, не было возможности поехать домой собрать вещи. Сел в машину и поехал. Значит, ну, начальник на дорогу сказал, что придется ехать на север, что о теплых вещах там позаботиться. Архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане по площади равен Бельгии и Голландии вместе взятым. С 1954 года эта территория полностью закрыта для посторонних. Гражданского населения, за исключением семи офицеров, на островах нет. Поэтому все главные события происходят здесь, внутри казарм или вокруг них. История, которая привела к чрезвычайному происшествию 5 сентября, началась в авиационном гарнизоне. Неуставные отношения между матросами срочной службы приобрели настолько острый характер, что вынудили старослужащих написать коллективную жалобу в особый отдел полигона. Приехав туда, в Белушую губу, я увидел просто всеобщую растерянность, и когда потихонечку, по крупицам, но восстанавливалась картина происшедшего. А картина была такая, что существовала группа моряков с Кавказа, которые, в общем, сбилось такое землячество. Они начали, по большому счету, терроризировать своих сослуживцев, отбирать там деньги, отбирать посылки. Установили фактически законы, которые царят, наверное, в тюрьме или в какой-то колонии. Как только, как говорится, командование получило подтверждение с этим фактом, их, как говорится, арестовали, направили из авиационного гарнизона в основной на эту гауптвахту. Перспективы были очень плачевные. Они должны были, в общем-то, предстать перед военным судом. Ну и год-два дисбата, а может быть и больше, там был гарантирован. Ну и, в принципе, в понедельник к этим материалам должна была приступить военно-прокуратура с точки зрения дальнейшего расследования. Но эта прокуратура приступила, но уже, к сожалению, по другим статьям. Насколько я понял, идеологом всей этой акции был Мальсагов. Вот когда я его увидел, этот человек с какими-то сволчьими глазами, и хотя он находился в изоляции, он был затравленный какой-то, весь такой вот метущийся. Но вместе с тем, вот он смотрел как бы вот сквозь меня. На гарнизонной гауптвахте их было шестеро. Кто предложил бежать, следствием не установлено. Да и бежать с новой земли, на первый взгляд, некуда. В восемь утра арестованных вывели на работу в карьер. И это при том, что устав гарнизонной и караульной службы запрещает выводить с гауптвахты подозреваемых в совершении преступлений. Казалось бы, нарушение устава незначительное, но в итоге оно привело к трагическим последствиям. Уставные требования, несмотря на внешнюю простоту, наполнены глубоким содержанием. В них детально прописана вся армейская и флотская жизнь. Отступление от устава часто приводит к тяжелым последствиям. День, 5 сентября, на полигоне проходил по давно заведенному распорядку. Это была суббота, 5 сентября. По штатному расписанию воинсковых частей это парково-хозяйственный день. То есть люди занимались в основном приборками, хозяйственными различными мероприятиями. В том числе в тот период использовались и военнослужащие, которые находились на голд-вахте, гарнизон. Многие наслышаны о случаях дедовщины в армии. Но в этой части, на новой земле, сложилась ситуация парадоксальная. Молодые матросы, сбившись в стаю, подчинили себе старослужащих. Отнимали у них еду, деньги и личные вещи. В казарме назревал самосуд. 5 сентября арестованные Шамхалов, Мальсагов, Бугаев, Хозяинов и Абдулаев были направлены на хозяйственную работу. Конвойный матрос Никитин охранял арестованный. Когда они разнесли столбы к месту их капывания, то проходя мимо конвойного, конвойный находился здесь, мимо конвойного, Бугаев, лом, который у него находился, дважды ударил его по голове. Когда конвойный обмяк и упал, подбежал Мальсагов, выхватил автомат у конвойного и штык-ножом, привкнутый к автомату, начал его колоть. Это произошло в 9 часов 5 минут. Увидев такое страшное убийство, один из арестованных сразу же бросился бежать. Он первым поднял тревогу. Но реакция командования последовала не сразу. Все службы полигона были заняты подготовкой к ядерным испытаниям. Это дало преступникам дополнительное время, чтобы сообразить, что делать дальше. Передвигаться по острову пешком невозможно. Нужен транспорт. И тогда пятеро беглецов направились в госпиталь, надеясь захватить санитарную машину. В районе 9.30 на выходе из госпиталя навстречу мне зашли в госпиталь 4 военнослужа. За ними шел автоматчик. С автоматчиком я столкнулся именно открывая дверь и он открыл ее мне навстречу. Значит, с криком подполковник, вот, выходи, садись в свою санитарную машину. Он меня провел и посадил кунг санитарного транспорта. Прибегает боец наш, ну, как это сказать, с командой госпиталя. И говорит, там командир, собрайте ехать. Я выхожу. Никого нет. Смотрю, в кабине тоже никого нет. Подхожу, заглядываю в кунг. Сидит там подполковник, гонилюк. На него направлен автомат. Ну, матроса. Вот этот матрос мне говорит, то, мол, заводи машину, а то, говорит, застрелю, сейчас подполковник. Когда подошел Климентиев, они взяли у него ключ и посадили его в кунг рядом со мной. После этого они резко набрали скорость. Так были захвачены первые заложники. Преступники помчались в сторону аэродрома. Накануне там видели грузовой Ил-76. Первой мыслью у них было захватить самолет и улететь на материн. На пути к аэродрому стоял контрольно-пропускной пост военной автоинспекции. Террористы, их уже можно так называть, заметно волновались. Если постовые заподозрят неладное, с одним автоматом прорваться будет трудно. Это было первое препятствие, которое могло стать последним. Когда мы доезжали, они единственное предупредили Мальцагу, что если нас восстановят вои, я должен через окошко там покричать, что, мол, все нормально. Если я предприму какие-то меры указания, что здесь нестандартная ситуация, что что-то случилось, они обязались стрелять или меня, или поищем. Препятствий на пути к аэродрому больше не было. Пост вои пропустил санитарную машину без проверки документов и без досмотра. Не доезжая до аэродрома, беглецы увидели, что полоса пуста. Самолет улетел с новой земли на рассвете. И машина, не снижая скорости, повернула в поселок Рогачево. Преступники поняли, требовать возврата самолета для бегства на материк, имея в заложниках только начальника госпиталя и водителя, невозможно. Для шантажа нужны более сильные аргументы. Санитарная машина понеслась в центр поселка, где находились гарнизонный клуб и школа. Кунг затормозил у школы. Террористы решили взять еще заложников. Был третий урок, примерно без 15.10. Вдруг подкрывается дверь, мы даже не поняли, в чем дело, и прямо вот он с автоматом, прямо сразу с направленным автоматом, так, встать, что такое, да и что случилось, я даже не поняла, в чем дело. Сначала как игра, как смешно вроде. Для жителей Белушей Губы, особенно вот для тех, кто работает в школах, в столовых, в магазинах, отношение к морякам, оно очень доброе. Моряк, ну это сынок. Для школьников это дядя, который приходит, помогает в школе, помогает с ремонтом, проводит там какие-то спортивные занятия, водит их куда-то на корабль. То есть это свой. И когда вдруг эти дяди пришли, и их встретила учительница, говорит, ребята, вы зачем? Проводите нас в классы. Единственное, на что она обратила внимание, что эти моряки, они пришли с оружием. Хотя это тоже не вызвало какого-то резкого неприятия, потому что это все-таки военная служба, и во время несения какой-то вахты это совершенно нормально, когда человек военный находится с оружием. Но что было дальше, дальше это была целая трагедия. Буквально через пару секунд открывается дверь, начинают еще детей сюда. Значит, каких сверху детей видно, они увидели, или с какого первого класса, и сразу сюда. Потом только мы сели, мы не знаем, что делать. Открывается дверь, заходит директор. Я директор этой школы. Здесь в заложниках уже были ученики первого и второго класса вместе с учителями. Здесь сидел в углу с автоматом в руках матрос Мальсагов, который объяснил, что это захват. Он так и сказал, это захват, мне уже терять нечего. у нас есть труп, мы будем стрелять. У нас есть свои требования, и скоро вы их все услышите. рядом со школой буквально 100 метров. Ну и одна из родительниц выбежала, спросила, плача, что в школе солдаты с автоматами. Ну, чтобы успокоить, а когда выходили солдаты, мы не видели, что один автомат у них был. Я пошел в школу, чтобы успокоиться. Когда вторая дверь оказалась закрытой, она засовы изнутри, я понял, что там что-то случилось. Ну и какое-то сразу желание, потому что здесь находилась дочь, я постучал, и меня запустили сюда в школу. Завели вот в этот класс, здесь находились дети, учителя. Мальсягов, один из террористов, сидел вон в том дальнем углу, с автоматом, направил автомат на детей. Автомат был снят с предохранителя, палец лежал на спусковом крючке. Ну и самое страшное было, конечно, для меня в эту минуту, что ствол автомата был направлен точно на мою дочку, которая сидела в первом лету. Вот тебе 20 минут на то, чтобы ты принес к нам каждому по автомату 4 автомата и по боекомплекту к нему. Нет, будем расстреливать по одному. начнем с твоей дочки. Вот она сидит перед нами. Мы ее знаем. И выстрел в окно то, что оружие заряжено, автомат заряжен, который у них был. Ну и время пошло. 20 минут, где-то порядка там 250 метров до базы, я туда, там уже собрались офицеры, сказал, что как, вернулся, пока там решали давать не давать оружие, время, я пришел, у тебя осталось там, не помню, 3 или 4 минуты. Капитан Исааков, я считаю, это просто героический человек. И не застрелили его только лишь потому, что это был начальник клуба. Тут был парадокс. с одной стороны мы увидели террористов, а с другой стороны это были просто обычные солдаты, которые несли службу, то есть у них в голове уживалось вот два этих начала, которые несли службу, которые ходили в клуб смотреть кино, которые ходили туда на танцы, для них начальник клуба он не представлял какой-то опасности с точки зрения вот их мировоззрения. Это просто был капитан Исаков. И они ему сказали слушай капитан вот садись, ну естественно он до определенной степени выполнял их требования, но сам по своей личной инициативе вступил с ними в переговоры вот и какие-то вещи какие-то вещи через него были решены достаточно положительно. Через 15 минут считаю время пошло если через 15 минут здесь не будет 5 нет 3 4 автомата 2 пистолета время отсчитываю 41 расстрел. И 41 видимо они вспомнили нашу киноклассику не зная ее не зная сюжета но как-то пытаясь героизировать себя и поднять себя в своих же глазах. очень многие вещи были на грани курьеза многие вещи были откровенно трагическими понимаете ну достаточно сказать что один из моряков всерьез предполагал уехать на поезде с новой земли ну что это ну казалось бы смешно с другой стороны когда эти люди разгуливали с автоматом на перевес когда стреляли в классах школы ну как здесь не произошло трагедии ну это чудо вышел офицеры стоят с оружием с автоматами ребята наши дети там шутить не будут слышали и видите отверстие в окне мне дали 4 автомата офицеры под свою ответственность так сказать зная что там находятся их дети тогда было основное что никто не погиб формально это конечно нарушение всех требований да нормативных документов но осуждать я их не решаюсь потому что это были мужья отцы жены и дети которых находились сейчас вот в этой экстремальной обстановке представители ФСБ на полигоне и командование развернули импровизированный штаб рядом со школой связисты в считанные минуты проложили сюда закрытый телефонный канал с Москвой и центр начал получать подробную информацию о происходящем на новой земле школу отцепили вооруженные офицеры в Москве действия по освобождению заложников координировал один из заместителей директора ФСБ ЧП на новой земле произошло через 40 дней после вступления в должность директора Федеральной службы безопасности Владимира Путина коллегией ФСБ его представил премьер-министр Сергей Кириенко Добрый день уважаемые коллеги я должен выполнить вручение президента и представить назначенного директора Федеральной службы безопасности Владимира Путина указ подписан Борис Николаевич Кузбор Идти на уступки террористам чтобы спасти детей это была первая рекомендация центра отправленная на полигон Субтитры создавал DimaTorzok В соответствии с инструкцией представители ПСБ на местах обязаны немедленно докладывать в центр даже о самых незначительных происшествиях заклад заложников в школе на ядерном полигоне мгновенно привел в состояние повышенной готовности руководства и аппарат Федеральной службы безопасности второе проверял на выстрел направив ствол в памятник находящийся около школы он проверял дали ли им боевое оружие но после этого суда же они потребовали начальника полигона контр-адмирала Шевченко когда шел к школе ну конечно гнетет вот это чувство страха сказать что абсолютно бесстрашен этого не было но потом когда увидел детей вот их лица их глаза знаете уже в дальнейшем как-то ну наверное чувство страха оно есть оно как у любого живого организма как у любого живого существа как у человека каждого оно присуще но уже здесь речь шла совершенно о другом здесь на первом месте был не страх за себя вот непосредственно что с тобой там что-то сделают или что а страх вот за тех детей и за те последствия которые могут значит вот сказаться на дальнейшей жизни этих маленьких человечков контр-адмирал также стал заложником террористов которые теперь были вооружены до зубов террористы с большинством заложников перебазировались из школы на летное поле значит основные события затем разыгрались именно на летном поле аэропорта оперативный штаб принял решение не препятствовать проезду машины с заложниками к аэропорту контрразведчикам нужно было время чтобы выработать тактику спасения людей в 1130 террористы вместе с заложниками въехали на летное поле на летной полосе они потребовали две канистры с бензином которые поставили автобус с детьми вот они эти канистры Мальсагов приказал хозяинов постоянно держать их под прицелом с тем чтобы при малейшей угрозе в жизни автобус взлетел в воздух террористы потребовали предоставить им самолет хотя к этому времени между ними начались разногласия мы сидели в машине я старался на глаза не выпадаться чтобы они ничего не сказали делать потом подошел к Мальсагов я говорю Мальсагов отпусти меня у тебя заложники все отпусти меня не держи он сказал что мне не отпущу потом подошел к Мальсагову я говорю поговори с Мальсагов отпустите меня он говорит ты хочешь я не собирался с вами оставаться я говорю самолет get даже не уличу он вышел поговорил потом Мальсагов посмотрел там в Кунге я сидел посмотрел в мою сторону я вышел он у меня автомат забрал рожок забрал Бугаев потом я начал Мальсагов говорить людей отпустил тоже он сказал что нет не отпусти Потом начал Бугаева уговаривать, он увидел, что я Бугаеву говорю что-то, начал кричать на меня, сказал, я до пяти считаю, если ты не уйдешь, я тебя стрелю. Ну, там автоматом меня направил, говорит. В этом я уже ушел. Террористов осталось четверо. Была протянута телефонная связь между террористами и штабом. И тогда, значит, все вдруг узнали, что эти люди хотят лететь на большую землю. Зачем им туда надо, они толком не могли объяснить. Они не называли никаких зарубежных государств. Видимо, я так полагаю, что и время-то было такое, что у них где-то это в голове засело после того, как они видели, что представители власти ведут переговоры. С тем же Басаевым, с тем же Радуевым. То есть их бандитов и террористов принимают, считаются с ними как с переговаривающейся стороной. Самое главное, что передо мной они никаких не выдвигали требований, исключением одного. Самолет, который должен лететь в Москву. Что дальше делать? Никто ничего не говорит. С кем они хотят еще вести переговоры? Ничего никто не говорит. Значит, была предоставлена прямая связь с председателем Верховного Совета Дагестана, Магомедом Алимагомедовым. Была предоставлена прямая связь с президентом Ингушетии Аушевым. Практически никаких воздействий это на ход событий не оказало. То есть они продолжали настаивать на своем, продолжая стрелять в воздух, угрожая, что значит, самые решительные меры. Особенно, конечно, было тяжело, когда выяснилось, что самолет сможет прибыть не раньше, ну, где-то 16.30-17 часов. Несмотря на наличие телефонной связи, террористы предпочитали передавать свои требования через капитана Исакова, который постоянно курсировал между захватчиками и оперативным штабом. Каждый раз обыскивали. Потом, во-первых, автобус маленький был, он маленький, детей много. Ну, он договорился с ними, что я подгоню автобус на базе Урала. Специально подали автобус такой, чтобы туда, ну, какая-то часть детей не вошла, чтобы не все поместились туда. Им объяснили, ну, ребят, ну, куда вам еще другой транспорт, вы же не сможете справиться с таким количеством. Давайте этих оставим. Ну, они согласились. И потихоньку, потихоньку, используя специальные приемы психологической обработки, их потихонечку расхолаживали и смягчали уровень их требований. До развязки было еще далеко. В центре проанализировали ситуацию и приняли решение использовать силовой вариант освобождения заложников. Для решения этой задачи был выбран спецназ из Санкт-Петербурга «ГРАД», что означает «Группа активных действий». У этого элитного подразделения был большой опыт освобождения заложников. Работать спецназовцам приходилось в разных точках и в совершенно необычных условиях. Этот субботний день в отряде был объявлен выходным. Офицеры, как и все нормальные люди, отдыхали. Кто-то уехал на дачу, кто-то на рыбалку, кто-то остался дома с семьей. Сработала система тревожного оповещения, и спецназовцы собрались на базе. Информация о вылете бойцов «ГРАД» на новую землю была передана в оперативный штаб. Спецрейс из Санкт-Петербурга с бойцами группы активных действий на борту вылетел в Белушью Губу в 13 часов 15 минут по московскому времени. Теперь главное – скрыть от террористов, что в самолете находится группа захвата. Самолет прибыл в 16.53. Его пилотировали военные летчики. Через несколько минут они тоже станут заложниками. Этот самолет, который вы видите на пленке, он привез и группу захвата. Я об этом говорю впервые. По легенде, это самолет транспортной авиации, который должен выполнить требования террористов, а именно взять их на борт и отвезти в означенную ими точку. Ну, я к тому времени знал, что летит группа захвата. Значит, уже к тому времени в полете они находились. Я разговаривал с командиром группы захвата по радио. Оценили первоначальную обстановку. Было принято решение, где будет высаживаться группа захвата. Ну, и одна из основных задач была то, чтобы они не видели, что прилетела группа захвата. Они применили небольшую военную хитрость. Они прокатились по полосе, не останавливая самолет. Они десантировались. В общем, для спецназовцев это не составляло никакого труда, поскольку полоса там на Новой Земле достаточно длинная, полоса, которая может принимать большие транспортные тяжелые самолеты. Она там, по-моему, около двух километров длиной. И увидеть то, что происходит в конце полосы, особенно когда самолет прокатился и поворачивается рампой в противоположную сторону от наблюдающего, просто невозможно. Самолет, не останавливаясь, развернулся и медленно двинулся к командно-диспетчерской вышке. Спецназовцы на ходу выскакивали из машины и замирали на полосе. Кунг с террористами и заложниками двинулся ему навстречу, но капитан Исаков преградил ему дорогу. Мотивация была то, что, извините, сейчас самолет будет на рулежке, зацепит машину. Машину не жалко, а самолет-то вы не улетите. Вот этим мотивировал, ну, практически стоял перед капотом. По договоренности, после прибытия самолета террористы должны отпустить маленьких детей. Но выполнят ли они свое обещание? Методобусы начали высох улететь. На сагах идет к автобусу, ему не понравилось. Считаем. 28 29 29 31 31 32 32 32 34 34 36 36 37 38 38 38 39 39 40 41 40 Помните, именно с 41-го террористы должны начать убивать заложников. Если произойдет что-нибудь непредсказуемое. 46 45 Это, этот самый вылез. Командир 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 45 45 45 Детей отпускают Детей этих отпускают Считай сколько отпускают 12 5 6 7 8 9 10 12 14 детей отпускают Детей этих… Идем 12 15 16 15 15 15 15 15 16 15 16 14 16 17 16 17 18 18 19 18 18 19 19 Внесли две коньистры в самолет. Началась посадка. Коньистры с бензином понесли в самолет. 12 человек в минуту. Началась посадка. Началась посадка. Началась посадка. На правке никто не будет. Они молчат. Они не отпускают экипаж. Ваши отпусти. Потом экипаж не отпускают. Маленьких детей отпустили. Но под дулами автоматов остались старшеклассники, учителя и другие заложники. Заложники селят самолет. И значит вот нас всех загрузили туда, предварительно осмотрев самолет. И значит только после этого начались переговоры. Ну переговоры были конечно непростые, длительные переговоры. Существует правило проведения переговоров, особенно с террористами, с людьми, с преступниками. Но все эти правила, они всегда очень подвижны. И ситуация развивается, может развиваться таким образом, что здесь нужна импровизация, здесь нужна способность к творческому мышлению, быстрой реакции и реагированию. Для человека, который выполняет эту роль, решение этих задач очень сложное. Это неимоверно большая психологическая нагрузка. Нужно побыть в его шкуре в этот данный момент, там, чтобы сказать, прав он или не прав. Результат говорит о том, что прав. К тому времени я знал уже, что выводной убит. Но пришлось сказать, что ранен только, останется живой. Сейчас он в госпитале находится. Ну и вот это поверили. Ну, в итоге, на первом этаже, где находился радиоцентр, была с первого этажа на второй этаж, отправлена телеграмма, что им разрешается перевод в одну из частей Подмосковья. С этой телеграммой я пришел к ним, показал, что вот разрешение, что есть такая телеграмма. Теперь надо съездить в штаб. Извините, у вас же там вещи остались, мы же не знаем, где у вас хранятся, ваши деньги у старшины остались. Надо в штаб зайти, расписаться за проездные документы. В результате, самое главное, нам удалось сначала выпросить, отпустить детей, потом отпустить и женщин, а потом непосредственно мы уже в отубле для того, чтобы получить документы, якобы для убития к новому месту. Вышел гражданский. Раз, вышел. Два матроса вышло. Три матроса вышло. Расписали это. Куда они едут? Сколько вышло? Три матроса вышло. В течение 10 часов террористам постоянно внушалось, что все их требования выполняются. Посчитав, что дозволено все, они решили заехать за документами, а заодно прихватить и награбленные. Это соответствовало планам сотрудников ФСБ разделить террористов. Взяв с собой троих заложников, в том числе и адмирала Шевченко, трое вооруженных террористов отправились в казарму, поручив четвертому, в случае необходимости, взорвать самолет. Мы с группой захвата туда выехали раньше, расположили в комнате, в сейфах, в шкафах группа захвата расположилась. Пока они там забирали вещи в соседней казарме, все было подготовлено. И штабы все были удалены, только группа захвата находилась. Один членов группы захвата сел, задержанного по штабу, одевшись, в бувшлат. Я пошел в соседнюю казарму, туда, где они находились. Сказал, что документы готовы, надо пойти расписаться. Они сказали, сейчас придем. Восемнадцать пятьдесят пять. Здесь, в казарме, уже ждали предателей. Пошли! Операция по захвату длилась секунды. В результате этой операции трое из четырех террористов были задержаны. Ну, конечно, все было сделано очень быстро, очень четко. Тут только остается восхищаться. Среди задержанных были Мальсагов и Бугаев. Те, кто убивал конвоира. Фамилия, имя, отчество. На камеру. Громко. Мальсагов Теонидов, Владимир Владимирович. Фамилия, имя, отчество. Бугаев Владимирович Владимирович. Ранее судим. Скрыл судимость от военкомата. Третий террорист Шарипов тяжело ранен при задержании. Но в самолете остается четвертый. 19.37. Отсчет времени начался. Или из самолета сейчас выйдут люди. Или прогремит взрыв. Контрразведчики вели широкий опрос всех сослуживцев хозяинного. Выясняя его привычки, пристрастия, манеру общения с товарищами. Собранная информация тотчас передавалась в аналитический центр Федеральной службы безопасности. Хозяинов Дмитрий Владимирович. 1979 года рождения. Уроженец Ненецкого автономного округа Архангельской области. Совершенно четко можно сказать, что человек, принимающий решение в группе, и человек, находящийся после этого принятого решения один, без группы, он поведет себя совершенно по-другому. И поведение человека при свидетелях и без свидетеля одного и того же человека, даже при принятом одном и том же решении, будет разное. Это совершенно однозначно. Потому что ощущение, когда ты опираешься на поддержку товарищей, подельников, и когда ты остаешься один. Когда ты чувствуешь эту поддержку, и когда ты ее не чувствуешь, эту поддержку. Когда ты можешь решить какие-то вопросы сам, когда ты не можешь. Что ты из себя как личность представляешь. Ты можешь определиться с собственной позицией, либо на тебя могут повлиять и сформировать для тебя эту позицию. После тщательного анализа специалисты сделали вывод, что хозяинов, оставшись один, скорее предпочтет сдаться, чем взорвать себя и других. Продолжение следует... Продолжение следует... В федеральной службе безопасности есть свои, будем говорить, такие определенные тактические приемы и иные возможности, которые, будем говорить, должны остаться за кадром. Ибо от этого зависит эффективность деятельности, не только по данному случаю, но и, к сожалению, и в будущем. Нам удалось все вместе сохранить жизнь людей, сохранить жизнь и детей, и учителей, ну и остальных военнослужащих, которые были в непосредственной близости и непосредственно принимали участие во всех вот этих вот мероприятиях по обезвреживанию группы террористов. Как ваша дочь сейчас чувствует себя и подружки? Ну как? Это, как говорят, вы говорили, психология заложника, а это психология ребенка. Конечно, так-то они вроде, для них это приключение, побывать в заложниках все-таки, какой-то героизм и так далее, но ночью частенько можно слышать крик, когда ребенок спит. Есть у нас поговорка. Награждают неучаствовавших, наказывают отличившихся. Начальник полигона награжден был личным оружием и уволен в отставку. Я закончил службу, майор. Дальше кого там поощряли и где? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...